Досмотри это видео до конца не мотая, и ты станешь владельцем очень ценной информации, которая поможет тебе стать очень успешным рыбаком. Привет, друзья! В этом видео я хотел бы поговорить о ряде топовых ошибок, которые рыбаки допускают осенью при ловле леща на фидер. И хотел бы разобрать эти ошибки более подробно в этом видео. Думаю, тема этого видео кому-то из вас пригодится. Если пригодится, потом в дальнейшем пальчик вверх поставьте, не пригодится, пальчик вниз. Итак, давайте разберемся. Первая, друзья, не менее топовая ошибка заключается в том, что когда придя на место ловли, многие рыбаки в принципе не выбирают самое глубокое место. Самое глубокое место на реке, на вашей реке, дело в том, что погода осенью весьма переменчива, и разница в температурах между ночной и дневной сильно колеблется. Почему самое глубокое место, которое есть на вашей реке, потому что именно там будет находиться речь в том плане, что температура на больших глубинах, то есть вода на больших глубинах, она не меняется. Она фактически остается неизменной. То есть, когда, например, на улице ночью температура может приближаться к нулю, а днем градусов 15-20, то понятно. Дело, что на мелководье и на небольших глубинах сама вода то остывает, то нагревается. На больших глубинах, где большие ямы, к примеру, на больших реках, самые глубокие места, там у дна температура в принципе не меняется. То есть, вода не успевает там опять же нагреться и также не успеет в принципе-то остыть. Любое изменение в температуре воды, понятное дело, что сильно скажется при ловле леща. Леща рыба, друзья, пугливая. Поэтому выбирайте самые глубокие места, которые есть у вас на реке. Самое. Чем глубже, тем в принципе-то лучше. Со средним или даже слабым течением. Вторая, друзья, не менее топовая, в принципе, ошибка. Всегда выбираем все насадки животного происхождения. Забудьте вы все эти теста, перелуху и другие. Потому что скоро будет, в принципе, ледоставка не за горами. И всей рыбе, в том числе, в принципе, и лещу, нужны насадки животного происхождения. Самая хорошая комбинация, это в принципе, бутерброд. То есть, когда на одном крючке находится и червяк, и опарыш. Мяска, как говорится, там много. Крючки желательно цеплять крупные. Ну, я всегда цепляю крупные крючки, большие. Там, где 12-го, где? Номер 13-го, 14-го. Нашей советской нумерации. Ну, друзья, забудьте эти все насадки на основе теста. Мякиша хлеба какого-то там при помощи пушинки. Можутся все это дело заседячить. Это даже самая переломка. Все насадки животного происхождения. Потому что рыбе надо активно питаться, очень плотно питаться, потому что не за горами может быть ледостав. Перед ледоставом вся рыба, в том числе и лещ, любит насадки животного происхождения. Раз. То есть, основа всех насадок это насадки животного происхождения. Дополнение это может быть какие-то другие. На основе, опять же, каких-то самодельных насадок. Того же теста, мякиш хлеба и чего-то другого. Типа перловки. И не менее, друзья, топовая ошибка, когда в прикормке нет ароматизаторов. Таких, как, в принципе, чеснок либо укроп. То есть, идти на рыбалку на леща без ароматизаторов в прикормке абсолютно весьма-таки дело пустая, проще говоря, трата времени. Потому что время осень, а рыба, так сказать, активно питается. И чтобы активность рыбы увеличить, и чтобы она питалась и задерживалась именно в точке лова, не проплывала мимо, обязательно нужно, как говорится, использовать ароматизаторы, такие как чеснок или укроп. В предыдущих роликах я об этом говорил. Чтобы сильно не повторяться, долго, то есть, по одному тому же месту не ездить. Если у вас в прикормке есть вареный горох, добавляйте туда только укроп. И каких-то других, в принципе, ароматизаторов тогда лучше, в принципе, не пихать. Ну, а если в вашей прикормке, в принципе, нет, как говорится, горуха вареного, тогда обязательно добавьте чеснок. В предыдущих видеороликах я об этом уже говорил. Сколько, чебок, куда, и как, и почему. Не буду в этом видеоролике специально нарушенно ездить по одному тому же месту. То есть, повторяться по сто раз одно и то же. И еще, друзья, не менее, одна весьма очень топовая ошибка. А если бы, друзья, запланировали рыбалку на леща, обязательно в течение 4-5 дней посмотрите на барометр. Это, друзья, очень важно. Потому что осень на такое время, когда погода резко меняется, меняется, в принципе, это и атмосферное давление. Если бы вы заметили, что в течение 4-5 дней происходят аномальные скачки, в течение дня на 25-30 мм, оставьте эту рыбалку с лещом. То есть, если бы запланировали рыбалку, то переведите эту рыбалку не на леща, а, например, на ту же самую уклейку. Потому что рыба такая как лещ, так и аномальные скачки, в принципе, будет чувствовать. Потом вы будете грешить. То ли насадка не та, то ли прикомка не та, то ли выбора местности не то, то ли там все не то, одним словом, вместе. Дело не в этом. Если аномальных скачков в течение 4-5 дней на 20-30 мм атмосферного давления вверх-вниз, обычно всегда падают вниз, потом резко поднимаются вверх. Максимально высокого, допустим, 780 или 785 не будет. Обычно всегда бывает максимально низкого, то есть от нормального к максимально низкому и обратно максимально низкого на, как говорится, на нормального. То есть, ну все равно скачок происходит там 25-30 мм, может за сутки быть. Если такое происходит, лучше эту рыбалку отложить на леща и половить уклейку. По крайней мере, получите удовольствие, прикомку не переведете, время зря, в принципе, не потратите. То есть, опять же, в двух словах, то есть, что такое скачок 25, то есть, пример, просто говорим, простым русским языком, допустим, было давление 760, допустим, миллиметров, да? Смотрите, бах, на 30 миллиметров меньше, 730, и потом от 730 за сутки, к примеру, залезают, опять же, на те же самые 760. Если же, конечно, такого в течение 4-5 дней нет, то, в принципе, лещик, который находится в точке лова, в начале видео я об этом говорил, где он там плавает, в принципе-то, брать будет. Вероятность его поимки составляет 99, в принципе-то, процентов. А теперь, друзья, подытожи, из нижней всего сказано. Если рыбак, допустим, не посмотрел на тот же самый бароник, то есть, запланировал рыбалочку на лещика, в течение 4-5 дней не посмотрел и не видел, какие там атмосферные скачки есть или их нету. Отправился на рыбалку с летними насадками, типа перловки, какого-то там и такие теста. Отправился на рыбалку без ароматизаторов при кормке. Выбрал небольшую среднюю глубину. Вероятность поимки леща осени равна нулю. Так как-то.